МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Победители стали обладателями статуэток «Тумар» за высшие достижения в области телевизионных искусств и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге. У нас идут очень позитивные тенденции. Наша медиасфера очень успешно развивается. И это показать того, что сегодня медиасфера Казахстана работает не только на внутреннее поле, но и на внешнее. Наши сериалы продаются во многие страны. Нашей анимационной продукцией интересуются соседние страны, не только соседние. На наши новости, на наши интернет-порталы ссылаются и в других странах. Отметим, в этом году премию «Тумар» вручали в шестой раз. Главная цель – стимулирование развития казахстанской телеиндустрии путем ежегодной компетентной оценки профессиональным сообществам. В общем, профессионалов всегда нужно отмечать. Мы можем в рутине и в потоке не замечать и не понимать, кто лучше работает, как нужно делать, на кого равняться. Конечно, вот эти мерилы какие-то в виде такой премии обязательно должны быть. Поэтому и для меня, я когда-то 20 лет назад получала, и для коллег, и для молодых, тех, кто придет в профессию, обязательно, конечно, должны быть вот такие показательные премии, когда выбирают лучших. В городе Кунаев ведется реализация ряда крупных проектов общей стоимостью порядка 105 миллиардов тенге с созданием 1125 рабочих мест. Об этом стало известно в рамках встречи Акима-Алматинской области с населением главного города региона. Марат Султангазиев также озвучил перспективы дальнейшего развития, где в настоящее время ведется разработка нового генерального плана. В нем отражена концепция размещения и благоустройства объектов строительства системы транспортных и инженерных коммуникаций. Более подробно расскажет Жандос Назарбаев. Встречу с населением областного центра глава региона начал с краткого доклада о проделанной и планируемой работе. По словам Марата Султангазиева, с утверждением нового генплана здесь будут возведены современные жилые и административные здания различной этажности, школы и больницы, торгово-развлекательные комплексы и другие объекты. Наряду с этим я хотел бы обратить ваше внимание, что старая часть города также получит развитие. В частности, планируется решить вопросы благоустройства улиц, дворов, привести в соответствие внешний облик жилых домов, общественных зданий, чтобы город полностью соответствовал своему новому статусу. Уверен, что в недалеком будущем город Кунаев станет одним из красивейших, привлекательных городов нашей страны. Во время встречи жители озвучили ряд важных проблем. В основном они касались вопросов газификации, ремонта дорог, обеспечения качественной питьевой водой. Еще одна головная боль горожан, затянувшаяся на много лет – строительство канализационно-очистных сооружений. По словам жителей Кунаева, на сегодня эти сети полностью непригодны. Все озвученные населением проблемы Аким области обещал решить в кратчайшие сроки. Мне есть пожелание, дай Бог вам всем здоровья, чтобы не чужие люди в основном сюда заходили на тендерах, как раньше было. Я знаю, какие фирмы работали, я знаю, кто и как, что к чему, кто курирует. Чтобы мы, местные строители, вот здесь половина строителей, сами хотя бы получали какие-то тендера. Чтобы этот город, мы построили ее, но когда город стал цветущий, нас забыли. Дай Бог, чтобы мы, строители, которые остались, чтобы нам тоже что-то доставалось. Мое пожелание. Будем придерживаться этого направления, потому что это наши рабочие места, это наши доходы бюджета местного. Ну и плюс, как чему, максимально будем использовать и местные материалы в том числе. Все, что нужно для строительства, здесь у нас в области оно есть, начиная от конструкций железобетонных, ну и заканчивая там инертными материалами. По итогам встречи Марат Султангазеев отметил слабую работу городского руководства по благоустройству Кунаева и поручил активизировать работу по решению насущных проблем горожан. Кроме этого, обязал взять на особый контроль вопрос развития въездного и внутреннего туризма, совершения строительства и реконструкции туристических объектов, усилить работу по оказанию государственной поддержки субъектам предпринимательства, в том числе малого и среднего. Прошу принять активное участие в развитии города, но в то же время просим поддержки от горожан, от всех общественных объединений, от всех людей, от всех возрастов. Сегодня у меня была встреча со старейшинами города, но многие здесь уже живут, практически город-то молодой, 50 лет, и за эти 50 лет кто-то отметил, что многое изменилось, но в то же время были и какие-то лучшие эпизоды, да, скажем, в жизнедеятельности города, но постараемся еще лучше сделать, но совместными усилиями. Жандос Назарбаев, Расулан Шинкенжи, телеканал ЖТСУ, Алматинская область, город Кунаев. Пожелания жителей на заметку. В областном центре Алматинской области, городе Кунаев, руководители различных государственных органов провели прием граждан. Некоторые обращения жителей в скором времени обретут реальные очертания, пообещали чиновники. В рамках реализации будущих проектов в областном центре появится сразу несколько спортивных объектов. Какие еще вопросы были рассмотрены, узнаем из материалов следующего сюжета. Географическое расположение города Кунаев располагает занятием водными и пляжными видами спорта. К тому же здесь имеются и две детско-юношеские спортивные школы. Однако, по мнению взрослого населения, областному центру нужен отвечающий требованиям современный дворец спорта. В городе нет ни одного фока. В этом зале сейчас очень жарко, чтобы тренироваться. Нет возможности проводить соревнования. Даже в некоторых аулах есть фоки, а в областном центре нет. Как оказалось, вопросов, касающихся спортивной сферы, много. Ряд из них был озвучен во время приема граждан, руководителями управлений и департаментов Алматинской области. Это и отсутствие спортивных площадок и современных стадионов для приверженцев здорового образа жизни. В ближайшие два года планируется строительство спортивных площадок и спорт-арены. Мы уже разъяснили жителям города, поскольку город стал областным центром, мы намерены строить здесь различные спортивные объекты. Стадионы для тех, кто, например, занимается футболом, а также база для водных видов спорта. К тому же нужно привлекать молодежь к занятиям спортом, чтобы они меньше сидели в интернете и больше развивались физически. Одна из лучших баскетбольных команд проживает в городе Кунаев. Для их тренировок здесь открыты два просторных зала. Но из-за плотного графика зачастую их система подготовки идет не по плану. Необходимы залы для бесплатных занятий, говорят спортсмены. Обращение команды услышано, заявляют представители ведомства. И уже в ближайшие 2-3 года тренировки ребят будут проходить без ущерба для команды. Тем более, что у молодых спортсменов двойные обязательства. Не уронить честь города имени прославленного государственного деятеля Динмухамеда Кунаева. Ну а во-вторых, удержать лавры сильнейших игроков популярной игры. ДЧС Алматинской области поздравили представителей СМИ с профессиональным праздником. В любых чрезвычайных ситуациях сотрудники двух ведомств работают плечом к плечу. Для укрепления взаимодействия двух служб были организованы экскурсия, показательные тренировки и продемонстрированные рабочие моменты чрезвычайной службы. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Чрезвычайная ситуация требует немедленного реагирования. Служба охватывает все районы области. С недавнего времени департамент ПОЧС, помимо традиционных 101 и 112, также принимает звонки на номера 102 и 103, после чего распределяет их по профильным ведомствам. Это помогает держать на контроле опасные ситуации. Журналистам продемонстрировали рабочий процесс, место работы и используемую технику. Данная техника предназначена для тушения пожара в многоэтажных домах. Максимальная длина лестницы 32 метра. Это означает, что можно спасти человека или потушить пожар на уровне 12-этажного дома. Не обходится и без тренировок. Совсем скоро сотрудники ЧАЭС примут участие в международном соревновании по спасательному многоборью. Оно пройдет в Белоруссии. Сейчас в Талдукургане тренируются бойцы юношеской сборной Казахстана. Отметим, что отечественная команда уже три раза оказывалась чемпионом в международных соревнованиях подобного рода. Я Бахтилий Фемирасул Бекплатович с города Уральска, на Казахстанской области. Член национальной молодежной сборной. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира в Республике Белоруссия. Готовимся каждый день по две тренировок. Шесть раз в неделю. Уже неделю прошло, еще две недели осталось. Экскурсия продолжилась в музее ДЧС. В нем хранятся воспоминания и достижения, дошедшие до наших дней. Для полного понимания работы сотрудников ЧС журналистам организовали мини-учения. На короткое время представители СМИ побывали пожарными и спасателями, исследующими дно водоемов. Ведь береговой контроль, соблюдение правил безопасности на воде и проведение разъяснительных работ также входят в обязанности службы. С начала года в Казахстане утонуло 65 человек, 28 из которых дети. На сегодняшний день в городе Талдыкурган нету незафиксированных случаев утонувших. Есть утонувший ребенок в Каратальском районе города Дюштобе. Хотелось бы сказать родителям, чтобы не выпускали своих детей во время отдыха, не оставляли без присмотра, следили за ними, не употребляли алкогольные напитки во время отдыха у воды особенно. Соблюдали технику безопасности у воды. Торжественная часть завершилась церемонией награждения участников мероприятия. Представители ДЧС области вручили благодарственные письма и грамоты журналистам за сотрудничество и помощь в освещении важных событий, а также предупреждение граждан о чрезвычайных ситуациях в регионе. Одну из грамот получил и корреспондент, а также ведущая телеканала «ЖИЦУ» Айсулу Жандосова. Лето – это пора, когда ребята должны весело проводить время со сверстниками, отдыхать от школы, укреплять здоровье, и все это в безопасных условиях. Всем этим параметрам соответствует организация летнего отдыха детей в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» на берегу Капшагайского водохранилища. Утро для ребят в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен», расположенном на берегу Капшагайского водохранилища, начинается в 7.30. После утренней зарядки и завтрака – кружки по интересам. Здесь ребята рисуют, лепят, поют, танцуют и занимаются спортом. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодых юношей и девушек. Наш учебно-оздоровительный лагерь «Балдаурен» работает круглый год и имеет различные направления. Если сказать об оздоровлении, то ребята у нас посещают различные спортивные кружки. Помимо этого, кружки по интересам у нас есть. А самое главное, мы работаем еще, даем детям воспитание патриотического характера, различные мероприятия у нас проходят. Время в лагере летит интересно, шумно, весело и незаметно. Программа отдыха отличается с завидным разнообразием. Ежедневно в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» проходят тематические концерты, танцевальные вечера и театральные постановки. Сегодня на базе этого летнего лагеря состоялся республиканский конкурс юных инспекторов дорожного движения. Учебно-оздоровительный центр оснащен всей необходимой инфраструктурой для качественного и полезного отдыха. На территории детского лагеря имеются летние и зимние столовые, медицинский пункт, в котором проводится лечение водой, теплом, током, лечебный массаж, имеются тренажерные и спортивные залы. Кроме того, для отдыхающих имеется корпус, состоящий из 12 комнат, который оборудован караоке и кинозалом. В лагере действует несколько спортивных секций по самым популярным видам спорта. Целью состязания является не столько достижение, сколько развитие навыков командного взаимодействия. Дети проводят время с пользой для здоровья, заводят новых друзей, приобретают новые качества характера. В учебно-оздоровительном центре Балдаурин есть своя особенная традиция. Подводить итоги своего пребывания в этом прекрасном и полезном месте. И здесь почти все ребята сходятся в своем мнении. И если будет возможность вновь оказаться в этом лагере, то они обязательно приедут. Я из 6-го отряда, из ЮИД, команда «Жоломан». Мы приехали сюда благодаря ЮИД «Балдаурин». Нам тут очень сильно нравится, тут очень интересно, позитивные люди, вожатые, очень уважительно относятся. И условия тут очень хорошие. Еда вкусная, пляж, бассейн и так далее. Тут очень хорошо, я обещаю, что я приеду еще раз. Одним словом, лагерь «Балдаурин» для ребят – это место, где они могут не только весело отдохнуть, но и получить новые знания, посетить интересные экскурсии и получить заряд позитивной энергии на весь следующий учебный год. Овощные оазисы в Сахаре, находящейся в Балжирской Сахаре, Эль-Уэт, самый засушливый регион стал настоящим международным центром сельского хозяйства, что позволило создать рабочие места и укрепить продовольственную безопасность в стране. В Балжирской Сахаре обрабатывается несколько сотен тысяч гектаров земли. Всего за несколько десятилетий эти песчаные дюйны уступили место овощным плантациям. Здесь высаживают экологически чистый картофель. Для этого региона, который стал одним из основных производителей овощей в стране, это стало переломным моментом. Для нас это способ поощрения экономической активности и развития сельского хозяйства в регионе Эль-Уэт. Наша цель – экспортировать нашу продукцию за рубеж. Я хочу поддержать всех фермеров, которые, несмотря на эти климатические условия, смогли обеспечить лучшее производство картофеля в стране, продукт, качество которого признано во всем мире. Круглогодичное солнце позволяет фермерам выращивать картофель, а также помидоры, арахис и лук в межсезонье, и затем отправлять на экспорт. Для увлажнения участков эти системы кругового полива берут воду из грунта. Пальмовые ветви на их границах создают своеобразный микроклимат внутри. Почти все фермы здесь подключены к электричеству. Они используют современные технологии для экономии и сохранения грунтовых вод. Здесь используется очень мало пестицидов. И стоит подчеркнуть, это устойчивое сельское хозяйство. В Канаде при попытке ограбления банка произошла перестрелка. В результате шестеро правоохранителей получили ранения. Два злоумышленника погибли. В здании может быть заложено взрывное устройство. В связи с этим эвакуированы жители близлежащих домов. Район оцепила полиция. Начато расследование. В Польше из-за роста цен на энергоносители люди начали собирать в лесу хворост и использовать дрова в хозяйстве. После того, как Варшава объявила эмбарго российским энергоносителям, поднялись цены на газ, в том числе и на уголь. Стоимость выросла примерно втрое по сравнению с 2021 годом. В результате инфляции власти разрешили жителям срубать деревья для подготовки к холодам. К концу июня лесхозы продали почти 400 тысяч кубометров дерева, что на 30% больше, чем в предыдущем году. По словам фермеров, чтобы собрать достаточное количество дров на зиму, потребуется около трех месяцев. Воспитанники секции бокса детско-юношеской спортивной школы города Кунаев готовятся принять участие в целом ряде состязаний различного уровня, которые пройдут в летнее время в ряде городов нашей страны. Самый первый из них – республиканский юношеский турнир в Алматы. В нем примут участие юноша от 10 до 14 лет из разных уголков страны, в том числе и из сильнейшей школы юношеского бокса из Алматы и Нурсултана. А потому кунаевцы стараются не лениться и выполнять все установки тренера, чтобы, как говорится, не ударить лицом в грязь. Джеб, кросс, апперкот – все эти удары ребята уже знают наизусть. Тем не менее, ежедневно и планомерно стремятся к совершенствованию своего мастерства в спорте. Нужно отметить, что многие ребята начали приходить в бокс в первую очередь благодаря успехам наших знаменитых спортсменов – Серика Сапиева, Серика Конакбаева и многих других. Глядя на звезд мировой величины, многие дети делают свой выбор, ставят перед собой жизненные цели и мечтают их достичь. Мы сейчас готовимся ко многим соревнованиям. Это и чемпионаты области, и республиканские турниры. Они пройдут в разных регионах нашей страны. После того, как закончится республиканское состязание по боксу в нашем городе, через 10 дней начнутся состязания в Алматы. Спасибо нашим тренерам за то, что они верят в нас и воспитывают в нас самые лучшие качества характера. Ведь боксом занимаются только сильные и смелые люди. Я хочу быть таким же знаменитым, как олимпийцы Серик Сапиев и Серик Конакбаев. Казахстанский боец UFC Шахмат Рахмонов вернулся на родину после своей четвертой досрочной победы в знаменитом промоушене над американцем Нилом Мегни, сообщает закон.кз. В алматинском аэропорту казахстанского спортсмена встречали родные и близкие друзья, устроив ему теплый прием с участием артистов. 26 июня Шавкат Рахмонов удушающим приемом досрочно победил американца Нила Мегни во втором раунде, доведя свой рекорд до 16-0. А пару дней спустя намат занял текущую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. Такой была картина уходящего дня, мы с вами прощаемся, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин